Петербургский священник Анатолий Першин известен нашим зрителям по еженедельным выпускам музыкальной передачи «Лаврские встречи». Рассказывали мы и о том, как группа подвижников вместе с отцом Анатолием в жару и стужу совершает в поселке Осиновая Роща еженедельное молитвенное стояние у поклонного креста, на месте, где когда-то стояла церковь святителя Василия Великого. И вот на днях отец Анатолий и его подвижники преломили хлеб за первой литургией в новом храме Василия Великого, об устроенном в помещении заброшенной трансформаторной подстанции. Сегодня мало что напоминает в переоборудованный под храм трансформаторной подстанции о прежнем назначении этого строения. В советское время она питала электроэнергией большую воинскую часть, располагавшуюся на территории парка Осиновая Роща. Теперь здесь творится энергия другой природы. Энергия, приводящая в движение не только машины и приборы, но саму жизнь. Очень радостно. И мы долго ждали, когда будет литургия. Ну, в храмы давно здесь ходим, но пока только как и здорово. Но все равно каждый выходной ждешь на время, бежишь сюда с другого конца города. Все наоборот, на всю неделю хватает силы. Осиновая Роща – место историческое. Мызуха Пакангас, что в переводе с финского и означает «Осиновая Роща», государь Петр I подарил адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину. Ее владельцами были граф Григорий Григорьевич Орлов и Григорий Александрович Потемкин. Во времена императрицы Екатерины Великой здесь был устроен земляной вал, защищавший Санкт-Петербург с севера. Последними владельцами имения были сестры – графиня Екатерина Владимировна Левашова и княгиня Мария Владимировна Вяземская. Невдалеке от усадьбы Вяземских стояла до революции церковь святителя Василия Великого. Бесхозяйственность последних десятилетий уничтожила ансамбль парка. На месте храма несколько лет назад православные активисты воздвигли поклонный крест. С тех пор каждое воскресенье в 5 часов вечера читают прихожане у креста Акафис святителю Василию Великому. А потом вот эту будку обнаружили, она трансформированная будка, заброшена. Никто не обращал внимания на нее. А потом как-то так получилось, вот начали, пришли мы с креста сюда посмотреть, вошли вот в тот проход, может быть, ну ничего, крыша есть, отче наш здесь пели. И как-то вот так пошло, пошло, пошло. И так быстро отец Анатолий, он такой, хватки ли. Если в небесных обителях храм создан, возведение его на земле – дело времени и человеческой инициативы. Решительности упорства отца Анатолия и его сподвижников были настолько велики, что ни комары летом, ни суровые холода зимой не могли остановить регулярные молитвы святителю Василию, а средства на строительные работы, словно в дар за стойкость, явились как бы сами собой. Мне нужно было бы искать их у благотворителей, выпрашивать. Знаете, какой же священник? Он постоянно что-то выпрашивает у людей. Он молится к Богу, Господи, пошли мне человека, который бы мне дал средства для того, чтобы я мог построить храм. Вот такая вот цепочка. А тут, благодаря телеканалу святого, вот такой человек появился. В тот же день, вслед за литургией, в храме было совершено таинство крещения, а вечером – таинство бракосочетания. Мы от всей души поздравляем отца Анатолия и прихожан с началом их христической жизни в новом храме и желаем им скорейшего завершения строительных работ.